Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампорис, Велиндия. И хоть у нас снег, у нас холод, но магазины уже заполняются весной и летом. Ну и я, конечно, нахожусь в Маримеку. И что красиво Маримеку предлагает? Да, конечно, это классика. Это цветочки. И здесь у нас мини-унико-теннарит. Вот такие, как бы, я их иногда называю гонверсы. Это стоит 155 евро. Ну и шнурки можно поменять. Пожалуйста, если хотите, можно поменять голубые или белые. Ой, вот эта Панама мне понравилась, но маловато. Да, конечно, М-ка на мою большую голову не налезла. Наверное, нужно Эксел. Ну здорово! И я спросила, это детская продавец ответила, да хоть кому. Главное, чтобы, как говорится, налезла. Ну вот размеры тоже есть. Здоровско. Да, здоровско. Видите, к чего, как говорится, нету красивого на весну. И сейчас очень много нового, новых цветов. Вот это зеленый цвет, мне кажется, новый. Я не видела такой красоты в прошлом году. Ну и, конечно, покрой. Да, конечно, фигуру и рост нужно иметь, чтобы такую красоту одеть. Ну, нужно будет прийти весной померить, посмотреть, как сядет вот на таком, как говорится, простом человеке. Платье стоило 260 евро. И здесь вот такая туника. Точно так же сделана. Конечно, с какими-то белыми брючатами или с узкой белой юбкой. Будет очень красиво. И стоит 205 евро. И в этой же расцветке есть юбка. Да, конечно, если даже какой-то топик или джинсовая куртка. Да, такая юбка тоже очень красива. И мне нравится, что непрозрачная. То есть не то, что ты сядешь и до труселей все будет видно. Стоит 205 евро. Вот, народ, почему я говорю, если кто-то шить умеет и можно купить вот такой материал, который продают на вес. Почему бы такую юбчонку, как говорится, не сварганить. Да, в Финляндии шить нет смысла. Ателье стоит, как крыло от самолета. И еще нужно, конечно, знать, кому ты понесешь пошить. К сожалению, очень может быть так, что ты думаешь, вот ты сошьешь. А если не понравится, куда ты потом, как говорится, это денешь. Деньги ты потратил, а носить ты это не сможешь. Ну и я думаю, вот эти свитера, которые на Маримеку не похожи ни с какой стороны. Но здорово, что есть вот такое новое. То есть все равно Маримеку пытается даже вот из своей старой коллекции сделать какие-то красивые новинки. И вот эта жилетка, я думаю, тоже будет топ-топ в продаже. Да, вот эта тоже жилетка наверняка будет хорошо продаваться. Ну и, конечно, вещь натуральная. Это у нас катон 100% и стоит 155 евро. Здесь у нас старая роза, вот с таким зеленым. 250 евро цена. Да, конечно, вещь натуральная. Катон с 34 до 46 размер. И два кармана. Да, тоже очень такая необыкновенная расцветка, скажем так. Ну и здесь, конечно, опять у нас вот такое платье. Стоит 305 евро. И здесь цвет немножко камера не передает. Но это у нас цвет мунакойса, называется по-фински. Это у нас баклажан. Но здесь у нас дождевики. Вот такая парка. Да, конечно, очень маримеку многие хотели бы прикупить. Да, красота. И вот эта расцветка, я не знаю почему, она мне напоминает Нансен. Ну, конечно, Нансен, маримеку, пентик. Они все финские фирмы, как вот говорится, три сестры. И здесь у нас вот такое платье от маримеку. Очень красивое. Наверняка на высокую статную даму будет здорово. И здесь у нас три четверти рукав. И размеры есть 2XS, то есть самый маленький размер, 32, и до 2XL. И 165 евро цена. И вот эта новая у них в маримеку. Такого не было ни в прошлом году, ни позапрошлом. Девочки сказали, что вот эта новая. Не забудь показать и снять. Конечно, красота. Вот, как говорится, ручная работа. Но я не знаю почему. Если я свои кровные денежки бы потратила, я, конечно, хотела бы купить маримеку цветочки, а не вот такую белую. Потому что, конечно, на маримеку это не похоже. Да, многие покупают маримеку только из-за того, что все знают, что это маримеку. И, конечно, ценятся вот из-за этих цветочков. И стоит эта прелесть 205 евро. Да, очень красивая рубашка. И здесь у нас вот такой безик, белая футболка. Но сделан цветочек вот этими маленькими дырочками. Да, конечно, нужно красивое нижнее белье, чтобы не выглядывало, не высвечивало и так далее. Но здорово придумано. Это тоже вот такой новый дизайн. И висит вот над этой юбкой, которая тоже классическая маримеку. И здесь у нас вот такой баклажан. Цвет очень красивый. Ну и, конечно, дизайн вот такой. То есть ты можешь купить рубашку, ты можешь купить лекингси, ты можешь купить брюки, сумочку. Все, как говорится, вот один цвет в цвет, чтобы действительно сиять и блистать вот в таком красивом маримеку. Вы заметили, какой самый красивый цвет в этом году от маримеку? Это, конечно, вот этот лаванда. Лаванда, лаванда. Кроме лаванды только я увидела синий. Это тоже вот такая красота. И эта лаванда футболочка стоит 105 евро. А этот светорок напоминает 60-е годы. Нежно-желтый, нежный лаванда. И 170 евро цена. Да, вот эти худи покупают и мужчины, и женщины. Конечно, по телеку их тоже видно. И вот этот новый цвет лаванда. Посмотрите, какая красота. И он стоит 170 евро. И рядышком, если вы хотите под этот худи поддеть вот такую рубашонку, они тоже покупают и на женскую сторону, и на мужскую. Это у нас ратья. Вот такая полоска 100% катон. Подходит, конечно, по цвету. Ну и здорово, что повешено вот так. Здесь у нас футболка. Здесь у нас полосатая футболка. Здесь у нас полосатая кофта от ратья. Светорок. Все, как говорится, тон в тон. Но если вниз вы не хотите черные брюки, здесь есть вот точно такая же в этой расцветке юбка. Да, очень красивая. Ну и вот эта сумка пельмень. Тоже много раз я ее показываю. Это, конечно, классика. Они выпускают каждый год два размера. И на Рождество она была в лаке. Ну и наверняка черная, вот такая классическая, она подходит хоть под какой комплект, скажем так. И вот эту малюсенькую карапулечку я показывала в Идея парке. Многие написали, Оля, хочу такую сумочку. Да, 70 евро они стоят. Но на роте этих сумочек всегда есть какие-то скидки. Если вы вот такую карапулечку хотите, конечно, нужно караулить и пытаться ее купить. И вот эти шоперы новые. Они большие, сделанные вот на лето. Если вы идете на пляж загорать и так далее, сюда поместится и полотенце, и купальник, и какой-то перекус с водой и так далее. Да, конечно, такой шопер здоровский. Но, наверное, и стоит. Да, 135 евро. Вот такая красота. И есть в цветах. И девочки спрашивали в прошлый раз, Оля, сколько стоит вот такой ремень на сумку? На рот стоит 75 евро. Но написано Маримеку. Да, конечно, даже на какую-то старую сумочку покупаю вот такой ремень. Можно сделать ха-шах, как говорится, конем. И старой сумочке она превратится вот в такую, как говорится, красоту. Но, к сожалению, только металл. Нету фурнитуры ни с золотом, ни с бронзой. Но все равно красивый металл. Тоже вот так сделано. Смотрите, какая прелесть. Да, мне очень нравится. Ну и есть вот такие черные ремни, где просто написано Маримеку. То есть он не будет выделяться, если вы не хотите вот такую белую надпись. И стоит точно так же 75 евро. Ну и, конечно, мимо моего любимого синего цвета пройти не могу. И сейчас, ища себе практику, то есть место для практики, спрашиваю и смотрю видео о этих местах. О каждом месте практически есть видео в интернете. И мне так нравится, когда работники есть вот в этих футболках Маримеку. Можете себе представить, фирма покупает работникам вот такую финскую красоту. Да, я бы, конечно, очень хотела работать в таком месте, где бы мне купили вот такую футболочку от Маримеку. Как мне нравится. Да, если я выиграю в лото, я сразу приду. И вот такую футболочку за 145 евро себе куплю. И здесь у нас точно такое же трикотажное платье. Стоит 195 евро. Когда потеплеет, и мы немножко сможем раздеться, я не буду в сапогах. Я, конечно, очень хочу прийти померить эту красоту. Сейчас я так тепло одета. У меня сапоги и шерстяной свитер, конечно, летние одежды. Мне не хочется мерить, раздеваться. Ну, конечно, красота и вещь натуральная. Это у нас вискоза. Да, и многие покупают вот эти платья. И они думают, что это какая-то ночная рубашка, потому что написано только по-фински. Ну, это дневное платье. Стоит 165 евро. Посмотрите, какая красота в пол. И рядом точно такая же рубашка. Здесь у нас три четверти рукав. Ну, и теперь носочки многие покупают. Начинается весна. Конечно, люди входят в найках, в гонверсах. И носочки должны видны быть. И, конечно, есть размеры. У них есть и мужской размер, который покупают женщины. Я вот так покажу. Посмотрите, какая красота. Вот это новый лавендел со цветочком. Ну, и есть, конечно, классические, где написано. Маримекко и красненькие. И носочки есть до 46 размера. И вот это новые носки. Здесь, видите, ничего не написано. Но на текстиле, вот на этой, выдавлены эти цветы. То есть, получается все равно вот такой Маримекко стиль. Хоть у нас и весна, светит солнце, но все равно еще холодно. И, конечно, вот такой свитерок покупают. Ты можешь его еще носить много-много недель. Это все понятно. 195 евро. Вот такой свитерок стоит. И, народ, вы не поверите. Я в школе увидела на молодом человеке женский свитер. Да, Маримекко не выпускает женскую, мужскую, простите, одежду. Но мужчины покупают вот эти худи, свитера ходят. И, конечно, вот такой, если свитер ты покупаешь или жилетку, почему бы, как говорится, и нет. И когда я снимаю в центре Тампера и показываю финский стритстайл, и говорю, народ, закройте глаза и посчитайте, сколько рюкзаков вы на людях увидите. Да, очень редко увидишь какую-то красивую брендовую сумку. Но, может быть, я не там, как говорится, снимаю. Но финны любят купить вот свое, как говорится, Маримекко. И здесь у нас сделано вот так, как бы, знаете, под старое. Но это, конечно, новое. Вот такой рюкзак стоит 210 евро. И вот этот рюкзак от Маримекко, это вообще классика. Да, многие, конечно, вот такой бы рюкзачок с удовольствием купили. Вот эти сумки я никогда не понимала, у которых 25 отделов. Ну, нету молнии, молния только посередине. Да, чего-то даже и не знаю, что в такую, как говорится, сумку положить. Но все равно такая сумка есть, и она стоит 210 евро. В прошлом году я первый раз показывала вот эти рюкзаки, которые были утепленные. И мне пару девочек написали, Оля, такой рюкзак просто шик, блеск, красота. Если ты куда-то идешь, и у нас бывает минус 30. Да, конечно, если у тебя какой-то термос, бутерброды и так далее. Да даже если ты несешь планшет, планшет у тебя тоже замерзнет. И вот здесь хороший пример. Вот такая большущая сумка тоже есть. И она стоит 150 евро. Она сделана, как дутое пальто. И вы не поверите, в моей школе, наверное, у каждой молодой девчонки вот такой шоппер. Да, финны любят купить свое. Не пойдут они никуда, ни с какого-нибудь Алика, ни с Малика ничего заказывать. Они лучше сэкономят. Вот 70 евро стоит этот шоппер. И он сделан из такого материала. Называется маркиз. Как натягивают вот над магазинами. То есть, конечно, этот шоппер вечный. И за 70 евро, если вы вот такую вещь покупаете. Да, конечно, графически. Вот так написано красиво. И эти сумки покупают и дети, и мужчины, и женщины. И здесь у нас опять Ристома Маттиратия. Это сумки от Ратья. Ну и, конечно, цвет всегда меняется. Черный классический 80 евро. Ну и на весну вот такая красота. Да, конечно, сумок очень много. Но это классика жанра. Они, как говорится, продаются всегда. И вот эта большая сумка 95 евро. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампры. Всем фестиваль привет.